Более 30 лет назад проблемы шахтеров вылились в рабочий бунт, предвосхитивший развал Советского Союза. Есть ли теперь у сотен тысяч сотрудников отрасли в России предпосылки это повторить? Обсуждаем с политологом Тарасом Загородним. Тарас, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Несмотря на то, что в угольной промышленности России так или иначе задействованы более полумиллиона человек, ей, кажется, уделяется значительно меньше внимания, чем многим другим отраслям. Как вы думаете, почему? Ну, смотрите, основным, если смотреть структуру бюджета Российской Федерации на дату начала открытой агрессии против Украины, то все-таки большую часть приносила для России углеводороды. То есть речь шла о тех или иных налоговых платежах, которые были связаны, в первую очередь, с нефтегазовой отраслью. Угольная отрасль, она была, но не имела такого большого значения в деятельности для бюджета. Но по количеству занятых там людей, учитывая то, что добыча угля достаточно такая трудоместка отрасль, поэтому там очень много людей завязано в том числе. После того, как Европейский Союз принял решение ограничить сотрудничество с Россией в энергетической сфере, первыми под удар попали как раз уголь, а потом уже нефтегаз. В результате сейчас уголь фактически не поставляется на достаточно ликвидный и выгодный для России европейский рынок, но в первую очередь связанный с логистической удобностью, то есть расстояние от того же Кузбасса, который является основным угольным бассейном для поставок на экспорт, в том числе и на внутренний рынок, этот рынок фактически исчез. Единственный рынок, куда они сейчас пытаются перенаправить направление, это страны Азии, в первую очередь Китаю. В Китае достаточно мощные тепловые станции, которые активно используют уголь. Но проблема в том, что в действительности Китай же тоже не идиоты там сидят, и они понимают, что уголь девать некуда. И, соответственно, они начинают выкручивать руки и требовать от России дополнительных скидок уже к существующему углю. Но проблема, опять же, российских угледобывающих компаний в том, что у Китая есть альтернатива российскому углю, это Австралия. Там достаточно тоже очень плотные отношения выстроены. И более того, я буквально две недели назад смотрел обзоры, Китай тоже сейчас начинает предпочитать австралийский уголь. То есть сейчас в угольной отрасли они получают двойной удар. Кроме того, что с одной стороны нет экспорта в Европу, с другой стороны там сокращается потребление, в том числе металлургическими компаниями. То есть ситуация становится, накапливается поболее, проблемы накапливаются там. Единственным плюсом для угля является то, что его можно складировать. То есть сейчас фактически компании, которые добывают уголь, они его могут складировать где-нибудь на открытых площадках. Ну, в отличие, кстати, от нефти и газа. То есть если там переполнено... Да, но знаете, я вот думаю о том, что то, что его можно складировать, ну, хорошо. Но какой смысл тогда его добывать, если его продавать некому? И добывать только ради того, чтобы складировать где-то? Нет, это я к тому, что, в принципе, если там правительство России, например, напечатает деньги либо даст какие-то кредиты угольным компаниям, они будут еще по инерции какое-то время работать. То есть людям еще будут платиться деньги, но опять же до определенной границы, потому что там вопрос будет в сбыте. Станут ли шахтеры вот такой вот движущей силой, которая может провести к какими-то последствиям? Возможно. Возможно, потому что шахтеры в действительности играли значительную роль, ну, мы помним, забастовки в конце 80-х, начало 90-х годов, по всему тогда еще Советскому Союзу. Это, кстати, забастовки захватили Донбасс тоже. Вот. Но для этого должна быть все-таки какая-то политическая воля, в том числе в самой элите Российской Федерации, которая будет использовать шахтеров для того, чтобы, например, торпедировать правительство России либо руководство Российской Федерации. Но напряжение там, конечно же, растет. Массовые увольнения, к этому могут привести массовые увольнения, сокращение персонала. Я не исключаю, что это уже может настать в первом полугодии этого года, потому что, как я вам сказал, пока они работают на склад, вот, и пытаются хотя бы по каким-то каналам найти рынки сбыта. Рынки сбыта, но, опять же, уголь – это не уникальный товар. Уголь, например, добывает тот же Китай. Уголь добывает очень много стран. Это как с нефтью и газом. То есть это, в принципе, не такой уникальный товар. Просто нужно время для рынка, нужно время для перестройки логистических цепочек, для того, чтобы потребители за рубежом нашли все-таки возможность получать уголь не из России. Вы говорили о том, что уголь не столь важен для российской экономики, как, например, нефть или газ. Но все же, какие последствия будут из-за того, что сейчас проблемы с экспортом угля для российской экономики? Ну, начнутся. Если будут уже затоварены склады, и некуда будет уже складировать уголь, он в действительности может сохраняться просто под открытым нервом. В отличие, например, от нефти и газа, который там три выхода. Либо наполнять хранилища, которые и так забиты. Второе. Либо, ну, если говорить о газах, фактически его сжигать. Это так и происходит часто. Третье. Это закрывать и консервировать скважины без возможности, без возможности его восстановления. Потому что многие промыслы российские, они еще советские. И без особенно иностранных технологий их очень сложно будет восстановить. И там уже фиксируется достаточно значительное падение добычи нефти и газа. И по итогам года вот такие вот независимые российские аналитики, которые правде в глаза смотрят, они не исключают, что, например, по нефти сокращение вообще может быть по итогам года под 70%. Тем более, что с февраля будет эмбарго на поставки нефтепродуктов в Европейский Союз. Что касается угля, как я вам сказал, пока, если есть оборотные деньги у угольщиков, да, если им еще поддерживают каким-либо образом, то они на бумаге, на бумаге могут не сокращать производство, но, ну, работая фактически на склад, ну, просто под открытым небом сохранять этот уголь, потому что он же не портится, там ничего с ним не произойдет. Вот. Но в действительности кризис сбыта, он уже, конечно же, существует. Тем более, что рентабельность сильно падает. Соответственно, это вызывает цепную реакцию уже непосредственно на Кузбассе. Производители угля начинают оптимизировать затраты, сокращать людей, либо сокращать инвестиции, либо закрывать некоторые карьеры, которые сейчас нерентабельны, учитывая то, что сбывать эту продукцию будет очень сложно. Но, опять же, это взрывоопасная история. Почему? Потому что Кузбасс, Кузбасс, это же очень концентрированное место, да, то есть в одном регионе, это фактически монорегион, который зависит от огромного количества людей, которые работают в одном месте. Тарас, я прошу прощения. Вот вы сказали о взрывоопасном регионе. И напоследок такой вопрос. Мы говорим, да, о возможных протестных настроениях в России среди непосредственно шахтеров в связи с проблемами, которые оказались вокруг угольной отрасли. Почти год идет война, полномасштабная война России против Украины. В России выходили на антивоенные акции протеста, но они были недостаточно многочисленными для того, чтобы как-то изменить ситуацию. И Муратов, главный редактор издания «Новая газета», он как-то сказал о том, что это, наверное, впервые в истории так получается, что в государстве, где люди живут все хуже и хуже, чем хуже они живут, тем больше поддерживают действующую власть. Как вы думаете, почему? Это имперское сознание, имперское сознание. То есть многие россияне готовы ничего не есть, терпеть ради величия России. Это суть российского государства, суть имперского сознания. Но, опять же, сейчас немного другое время. Количество таких людей, оно есть, но у них тоже есть граница, за которой они... Выходить на протесты массовые, как вы правильно заметили, они, скорее всего, не будут. Но этими настроениями они будут пользоваться элиты, в первую очередь, в Кремле. Как, кстати, было в Советском Союзе. Многие сейчас забывают вообще историю Советского Союза. Не шахтеры же развалили Советский Союз. Шахтеры – это были одним из факторов, а главные факторы – это были межэлитные разборки, в первую очередь, Ельцина против Горбачева. И, соответственно, когда... Да, вы знаете, Тарас, я с вами абсолютно в этом плане согласен, но тут тоже, знаете, если возвращаться к истории Советского Союза, того, как он распался, что это тоже были там... Вернее, не то же, что это были разборки, там, элит и так далее. Но тогда Советский Союз не воевал. Ну, вернее, да, там, если брать Афганистан, то в 89-м году были выведены войска оттуда. А тут идет год войны, и элиты все никак не могут разобраться с тем, так что бастовать, не бастовать, протестовать, бунт, что делать. Тарас, спасибо вам большое, что были с нами. Политолог Тарас Загородний подключился к нам в эфир. С ним мы поговорили о проблемах в России с экспортом угля и о том, сможет ли это привести к протестным настроениям среди шахтеров.